Девчонки, сегодня мучаюсь с самого утра, как в том анекдоте, не знала баба клопоту, купила поросят, так и я. Мама попросила купить ей мармелада и зефира, и продавец, притом в магазине, я в прошлом году настолько часто покупала у них зефир, и люблю, знаете, как делать, творожок и половину зефиринки, вот маленькими кусочками нарезаю и добавляю вместо сахара к творогу, получается, ну в том году мне нравилось, в этом году чего-то я на другое перешла, то финики, то изюм добавляю, то фрукты свежие. И продавец говорит, вы знаете, такой классный зефир, только-только получили свежайший, он действительно настолько красивый, но я возьми себе, купила 4 штуки, маме отвезла и приехала домой, как раз время завтрака, ну думаю, с кофе выпью я кофе и съем одну зефирину. И что вы думаете, изжога такая, вот как у меня вообще такой, слава богу, проблемы нет. Может, опять же, связано с тем, что я ничего такого острого, пряного и какие-то там шоколад там непонятно какой, я этого не ем. И зефир и аромат приятный, белый, притом не крашеный никакой, по вкусу тоже классный. Но, как началось, вот у меня такая изжога была при беременности. Я помню, что мне выписывали какую-то такую суспензию в пакетиках, то ли кавистон, то ли галистон она называется, я уже не помню, потому что после родов я и никогда не покупала, и, в общем, никогда не пользовалась ей. И уже что я только не делала, была у соседки, попросила у нее таблетка Ренни называется. В общем, выпила сейчас таблетку, не знаю, будет лучше или не будет лучше, но зефир больше покупать не буду. Казалось бы, что, ну, если бы я что знала, что что-то другое съела, или там что-то кислое, или там еще что-то, ну, только зефир мог дать такой неприятный эффект. И когда это пройдет, прямо аж вот подходит вот сюда, и, ну, очень неприятно. Ну, те, у кого, кто таким недугом мучается, вы меня поймете. Ой, сегодня тоже занималась подготовкой дня рождения. Обзвонила несколько ресторанов, где у них есть банкетные залы. И практически все до 20-го, до 27-го числа занято. Там, где есть место раньше, не может аниматор. Там, где есть место позже, ну, это будет вообще уже после, две недели после дня рождения тоже. Не знаю, как быть, поставила бронь. Завтра пойдем оплачивать на большой зал. Хотела взять средний, маленький. Он маленький уже, потому что сегодня общалась тоже целое, да какое там целое утро. Как пришла, и то перезвоните, то администратора нет, то нужно обсудить, то, ну, это то туда звонишь, то ждешь, когда тебе перезвонят. Я всю вот эту организацию настолько не люблю, во Франции было классно. Там большой дом, детей пригласил, время написал, там, три часа, там, например, с 15-ти, там, до 19-ти, до 18-ти. В зависимости, какой возраст был, когда меньше, так меньше брали, когда больше, так, ну, больше времени. И здесь же в квартире гурба детей плюс аниматоры. И они сейчас настолько интересно делают программы разными. В том году у нас был, и вот это шоу с жидким азотом, где они замораживали цветочек. Потом там еще мороженое делают, плюс там дискотека была, плюс там еще вот это, как он, Гарри Поттер, Гермиона. Ну, весело, конечно, было, конкурсы разные устраивали. И в этом году, в течение года практически, ну, у всех одно и то же повторяется. И мы обсуждали, во-первых, уже 9 лет, как бы хочется что-то такое уже нам. Там не просто Гарри Поттер и Гермиона, или там какие-то сказочные герои. Хочется нам дискотеку, хочется что-то новенькое. И она мне рассказывала, какие программы будут, чтобы и весело было. У них там новый мастер-класс. Будут делать браслеты. И это классно, потому что, ну, остается память о дня рождения. У нас был день рождения, где они футболки расписывали, как бы макияж, аквагрим. Накрасили, домой пришли, смыли, все, памяти нет никакой. Какие-то подделочки. Раз-два, там, из бумаги, из цветной тоже никуда. Вот у девочки тоже был, у одноклассницы день рождения. Они делали парфюм. Так до сих пор этот парфюм у нас пользуется. Своими ручками сделала, сама выбирала масла. И, как бы, вот такие вот подарки. В том году заказывали, как он называется, кэнди-бар, торт и пиццу. Пицца у них был мастер-класс. Как бы тоже сладенькое съели, пиццу съели, все съели. Ну, то, что домой деткам даешь. Плюс я конфетки еще укладывала в пакетики. Пиньята была у нас, разбивали ее. Но это уже, как бы, для деток, которые помладше. И выбрали мы игру. Жду, когда она мне полностью напишет, пропишет, что там будет в это входить. Но по цене полчаса шоу с лентами, которые светятся. Там неоновые, 2000 гривен. Затем 600 гривен в час ведущий стоит. Игра 2000. И там что-то нужно арендовать. В зависимости от игры 600-800 гривен. Что еще я спрашивала. Аренда зала 600 гривен. И плюс еще нужно будет сделать заказ. 250 гривен на ребенка. И дополнительно 10% официанту за обслуживание. Торт пока еще не решили. Завтра пойдем обсуждать меню. В прошлом году мы заказывали тоже еду. И дополнительно, что удобно. Вот, например, ты примерно заказываешь. Там настолько-то человек. И кто-то мало. Ну, у нас хорошо все пришли. Если кто-то не пришел, то они там порцию могут не сделать. Или что-то вот в эти деньги. Они вкладывают там другое. Еще там сок принесут. Или еще какой-то напиток. И поэтому завтра будем обсуждать. Но, откровенно говоря, я не ожидала, что будет все занято. Как бы еще две недели до праздника. На эти выходные занято. На следующие занято. И до конца месяца уже все занято. Так, когда нам заказывать для того, чтобы близко дать это дня рождения за месяц, за два. Думала вот так вот. Пандемия, красная зона. И мало кто что отмечает. Но, может, конечно, там на периферии, где-то в каких-то кафешках и есть места. Но ехать далеко. Я хотела, чтобы было в центре города. Чтобы было удобно припарковаться. Чтобы родителям не искать, блукать там непонятно где. Такое, чтобы в центре ходовые места уже все разобрали. Все заняты. Но ничего. Немножко попозже будет по времени. И именно время, что аниматор не может. Мы хотели с часу где-то с четырнадцать. Ну, на тринадцать, на четырнадцать. Но у них еще будет одно шоу небольшое, как она мне сказала. И будет уже под вечер. То, что вы, как говорится, выбираешь, чтобы и там все это сочеталось. И чтобы и зал был, который нужен. И чтобы аниматор тот, которого хочешь. В том году у нас тоже классные были ребята. Но единственный минус, который, как бы мне оставил такое. Не то, чтобы осадок, но то, что я хотела бы поменять. Была очень насыщенная игровая программа. И детки, они садятся есть. И где-то через пять минут они начинают конкурсы. Те бросают еду, бегут на конкурсы. Им же интересно. Потом возвращаются. Оно уже остыло. Кто-то еще что-то захотел есть. Один ребенок сидит, доедает. Ему конкурс не нужен. Он покушать хочет. И как-то вот это вот именно питание конкурсы немножко было, на мой взгляд, не совсем корректно организовано. И в этот раз я сразу уже сказала. Говорю, давайте составим полностью план. Вот вы приезжаете. Когда они будут есть. Когда у них будет мастер-класс. Надо, чтобы мастер-класс. Он час целый занимает. Пока они эти браслетики там соберут. Пока они эти бусинки все это выберут. И по времени часы. Нужно, чтобы как бы и повеселились они, поели и потом уже отдохнули. И в конце будет дискотека со всеми вот этими неоновыми штукенциями. Надеюсь, будет интересно. Девчонки, с часами вообще полная засада. Теперь они и не заряжаются у нас. В чем причина, не пойму. Посмотрела уже и очки надевала. Никаких поломок нет. Шнур в порядке. Ну, вот в этом разъеме бывает, что там какие-то, может, штучки подпадали. Нет. Все в порядке. Они заряжаются. Когда мы их перед Новым годом брали, да нет, немножко раньше, где-то в конце ноября, наверное, интересно, можно их как-то отремонтировать у них за счет гарантии. Гарантийный талончик есть или заменить на другие. Но жалко вообще. Малая их так хотела. И то одно, то другое. Ой, знала бы, вообще лучше бы что-то другое купила. В общем, недовольна я вот этой вещью. Вот буквально на днях у меня распустились практически полностью оба цветоноса. Моей красавицы, которая пахнет. Вот знаете, есть такие цветочки маленькие. И они медом пахнут. И вот эта орхидея источает аналогичный аромат. У меня сколько? Да штук, наверное, 10-12 орхидей. И из всех пахнет только вот это. Такие красивые цветочки. У меня в прошлом году писали, я ее все никак не пересажу в большой горшок. У меня цветочник, вот это кашпо, есть. А горшочек нужно, ну я думаю, что правильнее будет, купить побольше и пересадить. Я уже грунт купила, у меня две орхидеи на пересадку. И в прошлом году мне писали, что все загибается, темные пятнышки. Видите на листике? И несколько девчонок писали, что все, Лиля, жалко такая красивая орхидея. И они очень капризные и редко цветут. У меня вот она цветет два раза в год. В августе, когда жара, и январь, февраль. И как только купили, вот она у меня отцвела, и второй раз стала цвести, и переехала в Украину, здесь уже на третий раз у меня цветет. Так мы ее поставили на видное место, чтобы любоваться. И прям по всей комнате аромат, девочки. Всего лишь два цветоноса, но пахнет шикарно. Она так и на ирис чем-то похожа. Очень красивая. Не могу сказать, что именно моя какая-то прихотливая. Вот название ее. И эти названия никак не запоминают. Они разных расцветочек бывают. Я еще тогда так переживала, когда купили, и я прочитала, что действительно там столько за ней мороки. И брызгать, ничего я ее не брызгаю. Вместе с другими заливаю на ночь, водой комнатной температуры стоит ночью, утром сливаю. И сейчас вот два раза в месяц я делаю, через каждые две недели. Листики промываю такой мягкой тряпочкой, чтобы чистые были. Ну и некрасиво, когда цветы и пыль на листьях очень неэстетично смотрятся. Ой, красавица моя. Не, ну это все. Мне вечером в магазин по коже вообще нельзя ходить. Пошла девочке специально, чтобы купить. Теперь попросил на ужин. Он поехал в школу за Милен, высадил меня у магазина. И я думаю, пойду куплю, потому что попросил сделать рулеты в лаваши с мягким сыром, с укропом. Укроп у меня был, купила зеленый лук и с рыбкой. Купила лаваш, купила рыбу, купила лук. А мягкий сыр, самый главный ингредиент и не взяла. Вот балда. Ой, сырок тоже взяла по скидке. Был кефир, капусту. Сладкий перчик у нас сейчас в АТБ по 77 гривен. Так я аж три штучки купила. Люблю на салатики. Очень вкусно получается. Что же мне теперь придумать? Ладно, девочки, пойду я сейчас снова в магазин. Ну, балда. Был кефир, капусту.